Сегодня обзор очередного защищенного мессенджера Элемент, работающего на протоколе Матрикс и хотя бы только поэтому очередным его не назовешь. Элемент I.O. называют эталонным в реализации протокола Матрикс. И я бы сказал, что это в принципе эталонный мессенджер, ну скажем так, когда мессенджер это чуть больше, чем просто отправить, получить сообщение. Элемент бесплатный, с открытым исходным кодом, сквозное шифрование по умолчанию и нет привязки к номеру телефона. Скажите мне, какие популярные современные мессенджеры обладают таким набором функций? Есть приложение под винду, mac, android, linux, короче все, но я запущу веб-версию, то есть из-под браузера. Вообще элемент многогранен, особенно по настройкам безопасности, конфиденциальности и так далее. Поэтому сегодня обзорный скринкаст. Многие темы буду пропускать, покажу фронт-энд, а потом возможно сделаю продолжение с разбором каких-то конкретных особенностей, к которым относится выбор сервера и вообще идея децентрализации, которая лежит в основе Матрикс. Тут собрана условная памятка по первым шагам. Например, можно добавить людей, но пробегаться по ней я не буду в целях экономии времени. Начнем с людей. Вот я завел второй аккаунт и добавим, собственно, человека. Добавить его можно по имени в элемент, а также, как тут пишут, по имейл и даже телефону. Но чтобы найти человека по имейл, например, он должен разрешить искать себя по имейл. Вот тут в настройках, а нет, не тут, вот тут в настройках, которых кстати очень много, есть всякие графы типа обнаружения и поделиться или нет адресом электронной почты. И вот сервер идентификации есть отдельно. Я говорил, что тут очень много, о чем можно рассказать. И это вам для самоизучения или тема следующих уроков. Поэтому без дополнительных действий проще всего добавить человека по нику в элемент, который выглядит вот так. Собственно, имя и сервер, на котором он зарегистрирован. Не забывайте про собаку. Все. Нашли человека. Он пишет, что шифрование включено и дальше можем писать. Еще раз отмечу, что тут сквозное шифрование по умолчанию. Кажется общим местом, но в телеграм, например, по умолчанию его до сих пор нет. Базовое и резервное копирование также тема для следующего урока. Выход которого определяете вы своими лайками и комментариями. Что мы можем прикрепить к сообщению? Смайлик файл и... Хороший, кстати, выбор. Геолокация даже есть. Удобно, если вы в зоне риска. Всегда можно сообщить родным и близким, что попали в беду и где находитесь. И еще опции по чату. Что-то пока не работает. Заработает после того, как реципиент подтвердит запрос на переписку. И информация по комнате. Тут тоже много полезностей. Кстати, даже общение один на один он воспринимает как комнату. Ее действительно можно преобразовать в комнату, добавив еще участников. Но зачем? Лучше уж тогда сразу комнату и создать. Реципиенту приходит сообщение, что некто Воволомов хочет с ним общаться. И после принятия начинается собственно беседа. Теперь у нас появилась возможность и позвонить, и совершить видеозвонок. По сообщению. Отреагировать, ответить. Давайте ответим лучше на это. Дополнительно. Прикольно. И запустить тред. Правда пока в бета-версии и ее нужно дополнительно подключать. И запустить тред. Закладка треда появилась в верхнем меню. По собеседнику можно открыть инфо. И даже оно не просто инфо, а содержит какие-то дополнительно удобные функции. Например, перейти к последнему прочтенному комментарию. И так далее. Кроме верхнего правого меню с наиболее востребованными функциями, есть еще и левое с менее востребованными. Но не менее полезными. Вот, например, настройки. И вы видите, что их тут так же много, как и общих настройок элементов. Как это выглядит у второго собеседника? Ну, так же. Только функцию обсуждения также нужно подключать отдельно. Вот. Комментарий можно удалить как свой, так и собеседник. И можно даже указать причину. Идем во второй аккаунт. Комментарий удален. Теперь при переходе к последнему прочитанному мы переходим к последнему комментарию. То есть все работает. Ну и в целом по общению все. Теперь давайте добавим комнату. Во-первых, тут есть публичные комнаты и их тут очень много. Правда, большинство англоязычные. Ну, комнаты – это понятно, что. Ближайший аналог – канал в Телеграм. Место для обсуждения каких-то отдельных вопросов, которые можно объединить тематически. Например, уже классика – мы готовим новогоднюю ярмарку. Приватная комната. И, собственно, все. Приглашаем в комнату кого-то из тех, кто есть у вас в контактах или по имени пользователя. И начинаем общение. Также нужно присоединиться вначале и можно общаться. Человек, принявший приглашение, также может пригласить кого-то, что, кстати, не всегда верно. Иногда вопрос приватности должен решать кто-то один. А не все. И тут такая возможность, конечно же, есть. Тут есть раздача прав. Причем организованная весьма замысловато, но об этом в следующем уроке, если он будет. А решайте это, как я уже говорил вы, своими лайками и комментариями. Все любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Редактор субтитров А.Семкин